девчонки всем привет привет рада приветствовать вас на своем канале и сегодняшнее видео я хочу посвятить пустым баночкам января накопился у меня их целый мешок даже не влезет сюда в объектив до фокус вот и давайте уже начнем наконец-то первое что вам покажу это вот такой вот крем для лица от белкон я не помню какой-то производитель какой страны да или россия или украина я не помню но позиционируют они как косметика которую делают совместно с францией не знаю насколько это правда верить этому или нет но лично вот этот вот крем отличный просто на зиму тут написано что он ночной крем активный уход для сухой и чувствительной кожи это правда он очень плотный и очень питательный где-то минут 10 после того как вы нанесли этот крем на коже такая вот знаете жирная как пленочка потом вы либо промакиваете салфеткой либо как я делаю да я увлажняю термальной водой и просто ложусь спать конечно иногда вот какие-то периоды у меня были немного забитые поры на носу уж не знаю это от этого крема либо еще от чего-то либо от питания моего в общем я не знаю девчонки но крем реально меня спас у меня были безумные шелушения на носу из-за этой зимы проклятой в общем и он меня реально спас кожа насытилась напиталась и в общем я еще не раз к нему вернусь шикарный просто продукт далее закончилась у меня почти закончилась опять же тут на дне такая вот масочка это маска крем для лица питания как вы видите сейчас все такие продукты основаны у меня на питании да для кожи лица тела потому что я считаю что уход летний весенний осенний и зимний это вообще разные вещи зимой надо делать упор на питание увлажнение конечно тоже нужно но все-таки вот основная функция вот этих вот средств помогательных да по уходу за кожей это питание что касаемо этой маски много говорить не буду потому что все ее знают она шикарная вот честно она очень быстро кожа и узнаете как будто бы съедает вот вы намазали плотным слоем прошло 5-7 и все и буквально нет на лице на крем просто впитывается и кожа потом такая вот дышит такая свежая такая отдохнувшую видно что я эта маска очень нравится тоже буду покупать вот принципе вот я буквально за месяц ее израсходовала потому что пользовалась очень часто далее закончился мне вот такой вот скрабик с облепихой для тела он меня немного разочаровал потому что он оказался соляной я его заказывала с сайта make up и как вы знаете вот такой он оранжевый был я не досмотрела я уже говорила в каком-то видео до в заказах make up я не досмотрела что он соляной так бы наверное его не взяла обожаю запах облепихи кто смотрит мой канал об этом знает но здесь запах был очень химозный в отличие от тех шампунь когда масок для волос вообще запах абсолютно разный и мне запах не очень понравился если честно все-таки он химический но я допользовалась скрабирует он хорошо частичек много косточек этих облепиховых такой вот знаете до скрипа все смывает поэтому любит такие конкретные скрабы для ног закончилась у меня вот такая вот штука это сахарный лотос приятный аромат просто великолепный забываешь обо всем когда им пользуешься им можно пользоваться и на тело но я как бы использовала только на ноги конечно как скраб именно для ног он слабоватый он мягко отшелушивает у кого проблемы ноги вообще не подойдет так вот для зимы летом он не подойдет потому что летом кожа все-таки грубее но из-за запаха я ему готова все простите закончился у меня от 100 рецептов опять же такой вот гель от целлюлита неплохой в сочетании с правильным питанием опять же спортом почему бы и нет насчет минус 1 сантиметр за неделю это все бред ничего он абсолютно не делает на коже дает такой холодок приятный закончилась у меня вот такой вот бальзам шаума fresh up с молочком пассифлоры для жирных волос у корней и сухих на кончиках без силикона мне понравился этот бальзам у него реально вот такой вот запах как у парфюма то есть такой вот насыщенный где-то он сохраняется может часа 23 после того как вы им воспользовались мне понравился я купила себе кстати вторую банку действительно волосы легко расчесываются после него но именно какой-то свежести я бы не сказала все-таки я на корни на корни конечно не наносила но что касаемо кончиков свежесть на второй день далее для волос закончилась у меня вот такая вот огромная бадья маски вот я ее целиком вымазала это у нас форте вита маска для волос для нормальных защиты защита и укрепления здесь пол-литра использовала где-то месяца за два на свою длину при условии что пользовалась один-два раза в неделю хорошая маска действительно волосы на я носила на корни мне она пахнет каким-то кокосом кокос я люблю кому не нравится наверное это не ваш продукт волосы действительно хорошо расчесываются блестят но не более какой-то напитанности и увлажнения от этой маски ожидать не стоит наверное это даже как хороший бальзам я бы сказала хотя серия считается профессиональной порты вита ну не знаю покупала я профессиональном магазине просто вот как реально действительно очень хороший бальзам не более далее закончился у меня вот такой вот кремушек для рук с оливковым маслом и календурным мой каприз вообще крем ужаснейший еле его добила поражаюсь как я могла его использовать использовала и на руки и на ноги в итоге просыпалась утром жутчайшими сухими и руками и ногами вообще мне крем не понравился никому не советую девчонки запомните упаковку и никогда больше я не куплю и вам не советую это просто какашка извините за выражение бедную несчастную кожу рук далее начала пользоваться такими вот масочками патчами под глаза у меня еще таких пять штук по истечению 6 я вам скажу уже следующих наверное пустые баночках но после первого применения глазки отдохнувшие такое вот ощущение что кожа напиталась и увлажнилась разгладит он что-то или нет посмотрим я сомневаюсь но в качестве профилактики морщинок и усталости глаз в принципе наверное скажу ему да далее такие вот патчи под глаза у меня закончились я сейчас серьезно занялась своими глазами хочется чтобы они были более отдохнувшими и пропали эти ужасные синяки под глазами ну посмотрим не та фирма кстати вообще не понравилась это бьюти формула в адсенс я покупала девчонки кто из украины знает не советую эту маску далее закончился у меня вот такой вот витаминный крем чистая линия я его наносила на шею и область декольте запах шикарный здесь написано шиповник и малина но мне пахнет розой вот такой вот как в розарии запах очень приятный он очень стойкий хороший крем хорошо увлажняет кожу купила уже третью банку но витамины там есть еще травяной с шалфеем по моему с липой не помню точно вот это мне как-то больше всех нравится из-за своего запаха далее такая вот парафиновая маска для рук мне ее присылали в подарок с мейкапа безумно мне понравилось уже говорила сегодня что заказала еще одну и надо было даже заказать десяток серьезно маски шикарны действительно эффект такой парафинной терапии наносишь на руки как какой-то жидкий воск кожа напитанная увлажнена если под перчатки еще вот я перчатками пользуюсь из арифлейма дает совокупности шикарный эффект в общем всем советую девчонки присмотритесь далее такая маска у меня закончилась это уже для лица от апевита шикарная шикарная маска посмотрела на сайте она стоит порядка 10 евро это не дешево за такую маленькую упаковку одноразовую это у меня было салоя увлажняющая маска натурально это греческая косметика привозная то есть ее только в финнах можно заказать всем советую кого есть возможность присмотритесь такой вот крем для ног у меня закончился опять же органический планета органика масло тосканской оливы а честно говоря крем еле добила он под конец уже так изменил свой запах что просто вонял каким-то старьем вот реально какой-то бабушкиной замазкой это бабушкин советский крем в общем не знаю крем сам по себе очень-очень слабый плохо увлажняет о питании вообще и речи быть не может в общем не советую ни о чем ну жидкое для снятия лака ноготок сейчас все-таки перехожу на средства без ацетона чтобы ногти не так сушили далее у меня закончился вот такой вот ремовер это у меня на уме для снятия гель-лака иногда я позволяю себе нанести на ногти гель-лак иногда наращиваю ногти иногда обычный лак но когда я воспользуюсь гель-лаком я обязательно смываю ремовером вот я прикончила очередную банку такую что могу сказать слабовато он конечно снимает надо пилка все это дело потом до стирать как не знаю как правильно сказать в общем он может он как-то бережет ногти но я бы не сказала то есть они все равно сухие ломки и после этого поэтому наверное буду пробовать другие ремоверы далее закончилась у меня вот такой вот блеск мой любимой фирмы от мага шикарный мой любимый нюдовый оттенок вымазала его очень быстро наверно может за месяц обычно блески у меня томятся в ящичке долго лежат но этот просто мой фаворит уже накупила себе еще новых оттенках сейчас кстати у них идет формат с подсветкой то есть колпачке есть подсветка обязательно вам покажу вот купила нарадоваться не могу всем советую не скажу вам даже какой-то номер не написано к сожалению и последнее что вам покажу это вот такая вот сыворотка не буду на ней долго останавливаться благодаря ней я отрастила ресницы длинные особенно после той травмы ресниц когда у меня не все по выпадали в бане к сожалению да я уже начала под конец пользоваться под тушь и кисточка уже потемнела в общем пользоваться и стало неприятно поэтому я ее выкидываю у меня еще лежит запасе две таких в общем никогда этому не изменю средству под тушь она наносится легко ресницы становятся объемными даже с какой-то там тушью от мейбель поэтому все могу посоветовать ну хотя уже наверное все ей и пользовались давно вот девчонки такие у меня были пустые баночки закрыла я свою овечку совсем в общем ладно спасибо вам за внимание за то что вы меня смотрели пишите может кто пользовался этой кучей пустых банок какими-то продуктами у кого какие мнения по этому поводу в общем спасибо вам за внимание всем пока пока пока